Всем привет, дамы и господа! Украине мирного неба над головой, а ватникам научиться думать, включать голову. А ватники в голову умеют только есть, как бы думать о ней не умеют. Начать хочу с того, что не верьте официальной пропаганде. Все, что говорят по путинскому телевидению, вранье. От начала до конца. Просто я поражен, сколько, казалось бы, думающих людей ретранслирует все то, что говорят по путинскому ТВ. Путин зачищал СМИ с начала своего первого срока. То есть вот как только он пришел к власти, он начал зачищать СМИ. 20 лет он зачищал СМИ. По российским СМИ одно вранье. Вот каждое слово это вранье. Не верьте ни в коем случае путинским новостям. Телевизор вообще выкиньте. Вся путинская официальная пропаганда это вранье. Теперь, что касается войны и патриотизма. Разумеется, все настоящие русские патриоты, они против Путина. Война. Никто не нападал на Россию. Это Россия. Даже не Россия. Это Путин. И путинские наемники напали на свободную, независимую соседнюю страну. Путин совершил преступление. Все, кто сейчас от лица Путина, от лица России воюет на территории Украины, это преступники. Поэтому все настоящие русские патриоты должны выступать против войны в Украине и против Путина. То есть, если раньше в Кремле сидели просто жулики и воры, то сейчас это жулики, воры и военные преступники. А отвечать за военные преступления Путина будут в том числе и простые россияне. Прямо сейчас уже начнется дикий рост цен. Еды на всех не хватит. Затаривайтесь едой, потому что реально будет дефицит продуктов. Цены будут дико расти. Вот буквально уже через неделю. Вот подслушайте меня. Буквально через неделю начнется дикий рост цен. Начнутся перебои с питанием, вообще с техникой, со всем. Цены на авиаперелеты даже внутри России вырастут в десятки раз. Во всем этом виноват только Путин. То есть, если бы Путин не развязал войну, ничего бы этого не было. Также Россию ждет тотальная цензура, вообще фактически возвращение в совок. В самое худшее проявление совка. Будет тотальная цензура, будет тотальное давление на всех несогласных, будут запрещать любое свободное мнение. В общем, Россию ждут трудные времена. И имя главной проблемой России и всего русского народа это Владимир Путин. Теперь ответ на вопрос ватников, тупых ватников, которые говорят, вот ты уехал, выступай там против местной власти, борись с местными проблемами. Я не гражданин Америки. Я гражданин Российской Федерации. У меня единственное гражданство, это гражданство РФ. Я уехал только потому, что в стране Путин. Потому что в стране тоталитаризм назревал. Тогда еще не было, сейчас уже точно будет тоталитаризм. Потому что в любой момент меня могли посадить в тюрьму, как многих других активистов, журналистов и так далее. Давит путинский режим. Поэтому я уехал. Я гражданин Российской Федерации. Поэтому я имею полное право выступать против Путина, против политики Путина и открывать глаза русским людям, всем россиянам, на действия Путина в Российской Федерации. Учитесь думать. Вкуснейший такос с говядиной в мексиканском кафе. Чрезвычайно вкусно. Одна вот такая штука стоит 3 доллара. 3, соответственно, 9.